Присоединяйтесь Прямо в магазине, не отходя от кассы И старые автомобили с нечитаемыми номерами можно будет перенанести В общем, шоколадная жизнь, похоже, нас ждет, судя по этим новостям Что из этого уже известно точно, что еще пока под вопросом Нам Любовь Ивановна обещала рассказать Да, ну вот пока то, что такое, как вы сейчас говорите, да, я тоже слышала Но как это все будет на практике выглядеть, пока неизвестно Вот так же, как вот собираются внедрить электронные паспорта транспортных средств Да, уже планируется в скором будущем Что вся история о вашем транспортном средстве, она будет храниться все в электронном виде И всякие продорожно-транспортные происшествия, и полностью вся история Все документы, которые когда-либо вы оформляете Да, все будет в электронном паспорте транспортного средства Но опять же, это будет, скорее всего, только выдаваться пока в салонах, да, на новые автомобили Если у гражданина есть бумажный еще паспорт транспортного средства То, и там еще полей достаточно, да, для регистрационных действий То заставить его получить именно электронный не будет такой возможности Но при желании все равно он может пойти поменять При желании, да, если уже там будет перерегистрировать новый там собственник А уже полей не будет, то ему, скорее всего, будет выдаваться уже электронный паспорт транспортного средства Опять же, может быть, чем-то это и упростит То есть все переходит от того, что с бумажного вида переходим на электронный вид документа оборота Не будет возможности, как у некоторых граждан бывает Собака, там, каким-то образом покусала этот паспорт транспортного средства Серьезно, такое бывает? Бывало, бывало Ну, ты что, не помнишь историю? Домашнее задание съел У меня кот деньги съел Ну, ты что, я же... Или ребенок играл на школу Деньги ты еще заработаешь, а ПТС нет Ну, плюсы, конечно, ясные, но нужно ли будет сохранять этот паспорт в бумажном виде у себя на всякий случай Или электронный полностью заменять? Нет, ну, скорее всего, просто при совершении регистрационных действий, да, вы будете вам, ну, обязаны сдать ваш бумажный паспорт транспортного средства в регистрационное подразделение Взамен которого уже будет выдан электронный паспорт транспортного средства То есть у себя не останется возможности хранить, если их в том копию, ксерокопию себе сделать, оставить Можно ли будет когда-нибудь зарегистрировать транспортное средство дистанционно? Ну, вот как раз, да, давайте по этой поговорим, что, опять же, дистанционно только вот через портал госуслуг, если вы подадите, да, заявку Но, опять же, хотелось бы на этом остановиться, потому что сами подразделения ГИБДД, они электронные услуги не предоставляют То есть все равно обязательно вам нужно будет... Вы можете только подать заявку в электронном виде, но присутствие в ГИБДД, оно обязательно И вот хотелось бы мне как раз на этом остановиться Для тех граждан, которые собираются подать заявку на регистрацию транспорта То есть существует три вида Есть упрощенная, значит, статус, да, упрощенной заявки Это когда на самом портале государственных услуг вы регистрируете, вводите свою фамилию, имя, отчество, номер телефона, электронную почту Но вы можете отслеживать только свои, там, штрафы неоплаченные, либо налоговую задолженность отслеживать, да, какими-то уже государственными услугами, там, в пенсионы, ввод на регистрацию транспорта, водительские удостоверения Вам обязательно нужно пройти подтвержденную личность Это нужно вводить ваши паспортные данные, СНИЛС, когда проверка о документах ваших пройдет, нужно будет подтвердить личность Как ранее уже говорили, это можно сделать на почте, Ростелекомах, либо МФЦ-центре И также уже появилась возможность сделать это у нас в регистрационных подразделениях ГИБДД То есть вам достаточно будет приехать, предъявить паспорт и сотрудник вам подтвердит личность Тогда вы сможете зайти и записаться на удобный день и время к нам, чтобы, опять же, сократить свое время и оплатить госпошлину со скидкой с 30% Но вот в чем такой вопрос возникает, что когда вы заходите на сайт государственных услуг Там вы выбираете регистрацию автотранспорта и он вам предлагает выбрать личное, вы хотели посетить подразделение Либо электронно получить услугу, то вам нужно выбирать электронно получить услугу Тогда будет возможность у вас заполнить заявление в электронном виде, не нужно будет на бумажном это все писать, исправлять В очереди сидеть В очереди, да, ошибку сделали, опять исправляете Вы уже просто подойдете, заполните заявление, оплатите госпошлину с 30% скидкой Опять же, для физических лиц это только распространяется А конкретно по сумме можете назвать, сколько человек экономит? Сколько стоит лично регистрация и сколько когда... Да, смотрите, то есть если вы хотите зарегистрировать новый автомобиль, да, который вы приобрели из талона, ранее не зарегистрированный То госпошлина составляет 2850 рублей Если вы подаете заявку через портал госуслуг, то со скидкой вы можете оплатить 1995 рублей То есть практически тысячу вы экономите Да, экономите свое время, да, свободное А если вы при регистрации выберете личное посещение, то такой возможности у вас не будет То есть вы просто зайдете, выберете удобный день и время, опять же, которое ограничено Но деньги не сэкономите Деньги не сэкономите И заявление все-таки придется вам заполнять в бумажном виде А когда вы выбираете электронно получить услугу, заполняете и заявление в электронном виде И оплачиваете госпошлину с 30% скидкой Приходите в удобное время для вас, день, когда вы сами выбираете И инспектор, когда вы подойдете уже, да, скажет инспектору, что вот вы по записи записались Инспектор сам распечатает и заявление ваше И номер выдаст Ну и зарегистрирует, да То есть вы сдадите документы, пройдете осмотр и по всему этому, да, инспектор выдаст вам документы и регистрационные знаки Прервемся на рекламу, вернемся и продолжим Продолжаем разговор Напомню, у нас в студии Радио 54 Государственный инспектор безопасности дорожного движения, лейтенант полиции Любовь Иванова Продолжаем Мы говорили про регистрацию транспортных средств через госуслуги И один из часто задаваемых вопросов обывателями При замене номера можно ли, точнее при продаже автомобиля Могу ли я продать автомобиль, а номер себе оставить И как это сделать Да, конечно, вы можете это сделать, да Если у вас есть автомобиль, который зарегистрирован на ваше имя И вы хотели бы его продать, но номер хотели бы оставить за собой, да Это есть такая возможность Для этого вам необходимо подать заявление к нам, да То есть опять же можно это сделать через портал госуслуг Сэкономить время госпошлом, да, платить со скидкой Подаете заявление, значит, паспорт транспортного средства Предъявляете свидетельство о регистрации Ваш личный паспорт, документ, удостоверяющий личность Вы делаете замену номера Прежний номер оставляете свой на хранение То есть это нужно сделать до продажи До того, как вы собрались продавать ваш автомобиль Сдаете ваш номер в подразделении на хранение Приказом предусмотрен срок хранения не более 180 суток То есть на 180 дней И получается я не смогу ездить на своей машине уже? Сможете, потому что вы взамен, когда вы свои номера сдадите Взамен вы получите новые регистрационные знаки Вы сможете на них передвигаться А ваши прежние будут храниться у наших подразделений То есть по сути я сменю номер в машине И буду ездить на новых номерах А те отложат для себя на потом Да, они будут храниться 180 дней Да, в течение этого времени вам нужно приобрести автомобиль На который вы сможете собрать ваши знаки Как лихо! Но опять же да, они останутся за хранение только за собственниками Только за вами То есть если вы приобретете автомобиль Ну допустим на вашу там сестру или тетю И хотите подарить ему свои номера То не получится Да, не получится приказом предусмотрено Оставлять на хранение только за собственником Только вы сможете их себе забрать Вот это да! И главное жесткое ограничение такое Что в Индополож за 180 дней купить тачку Если деньги нужно заработать сначала Нормально! А если и пройдет 180 дней Вы потом кому-то другому эти награды будете? Нет, эти регистрационные знаки Они автоматически утилизируются и больше не выдаются Никогда-никогда? Да То есть вам нужно за 180 дней успеть привезти автомобиль Интересно Я думала как телефонный номер То есть он сколько-то времени будет заблокирован Там полгода-год А потом кому-нибудь новенькому его выдадут Нет, он автоматически утилизируется Ваш регистрационный знак Интересно Хорошо, давайте вернемся еще к часто задаваемым вопросам Где хранятся эти номера? Потому что люди когда сдают в одном месте Хотят еще потом получить их в другом Возможно это невозможно Да, это невозможно Если вы пришли к нам Да, обратились за получением государственной услуги То ваши регистрационные знаки Они будут храниться у нас Только в нашем подразделении И забрать их сможете опять же только у нас Нет, нет такой возможности Что если вы оставили допустим Ваши регистрационные знаки в нашем подразделении А по какой-то причине вам ближе Там обратиться в другой район Да, там в Калининске или там в другом городе Как некоторые думают То там такую возможность забрать ваших знаков Нет, только туда где оставили В том подразделении вы их на хранении там И сможете их забрать Доставка на дом номеров Это пока еще фантастика Пока еще Да Очень жадно Через портал госуслуг Да? Через портал госуслуг Да А есть ли какая-то статистика на сегодняшний день По использованию людьми и госуслуг Вот в плане регистрации Да, статистика есть Вот ранее мы уже не первый раз к вам обращались Для популяризации государственных услуг И как бы гражданам объясняем Да, чтобы они записывались Экономить очень время Ну привыкли по старинке Да По живой Пришел, постоял Но ведь удобнее ведь Да, специально сделали для вашего комфорта Для вашего Да И вы сплошно со скидкой Вы экономите и время И свои финансовые там деньги Да, получается, что После нашего прежнего визита Когда вот Сергей Владимирович Наш начальник был в ВАСе То значительный рост он прям замесен То есть граждане более стали активизироваться И пользоваться государственными услугами Вот если привести статистику За 6 месяцев Которые есть в нашем подразделении Вот мы совершили 12 527 регистрационных действий Из них 5 210 гражданам подали заявку Через единый портал Но уже почти 50 процентов Да, это выходит и 41 и 5 процентов Ну, поэтому так Ну, значительно Но все равно опять же Остановлюсь на том Что федеральный закон предусматривает В нашем 2018 году Не менее 70 процентов граждан Которые бы пользовались государственными услугами В общем еще популяризировать И популяризировать И популяризировать Да, еще призываем граждан Да, объясняем Что это очень будет удобно для них В первую очередь Зачем так трудятся и призывают Если денег-то больше зарабатывает государство Когда люди напрямую обращаются Правильно? Что мы так заморочились Понять о нем Мы думаем о людях О гражданах Чтобы было и свободное время Когда вы сами выбираете Планируете свои дела какие-то И сами выбираете время Как вам удобно Вы приезжаете В нашем подразделении Три окна у нас принимают Я пользуюсь госуслугами Получала права через госуслуги И пыталась недавно к врачу записаться Вот первое получилось хорошо Второе не очень Я буду работать над собой Спасибо большое, Любовь Ивановна Это еще не все Спасибо большое Как и всех наших гостей Просим вас рассказать Коротенькую, забавную историю из жизни Пожалуйста Да, вот я думала Какую бы историю вам рассказать Значит, ситуация была такая Мне, наверное, было лет где-то десять Я вообще у нас в деревне Раньше на все каникулы Когда я уже школу заканчивала Получала в деревне У нас в Ускитинском районе Деревня Малиновка То есть В Ускитине мы вещаем Конечно Да Очень забавный случай У меня был велосипед Еще такой аист И дорога была к речке Мы там постоянно ездили Ну там гуляли возле речки Очень большой крутой спуск Просто большая такая гора И впереди меня Значит, пока я там ехала У меня мальчишки там На Жигулях На Вастон 2106 Они меня обогнали Там Поехали вниз по речке С этой горы А я такая Значит, еду Там на такой скорости Вообще даже меня не видела Думала, ну проехали Не проехали Вот я такая Несусь на велике Там просто тормозить Уже вообще не было сил И просто мальчишки Собираются посреди дороги И останавливаются И я такая Несусь и думаю Ну ладно, сейчас я их объеду А получается Один там у нас Максим был парень Он такой Выходит И в этот же момент И открывает дверь Значит, машину И вот мне выбирать Либо мне в дерево Либо в дверь Я выбрала в дверь Я вообще на всей скорости Въехала в эту дверь Ну, да Первое такое дорожно-транспортное происшествие Но никто не пострадал Судя по тому, что вы сидите с нами Все кончилось благополучно После этого Любовь решила стать Государственным инспектором Безопасности дорожного движения Да, да, да И российский автопро Он не подведел То есть, да И они настолько были крепкие Крепкие, да Что никто не пострадал Ой, спасибо большое Переживаю теперь за вас очень Держитесь Будьте внимательны теперь Спасибо Государственный инспектор Безопасности дорожного движения Лейтенант полиции Любовь Иванова была у нас в гостях Еще раз спасибо Спасибо вам Спасибо вам